Было такое же, типа, а, блин, а у меня были зимние сапоги? О, ну нет. Типа, кто же на резинах понаделает, а как вот мерить их? Мне, конечно, очень интересно, что там. Но я не вскрывала. Не в торговом центре, а рядом с торговым центром побулять. Этот шланг, говорится, бред какой-то, вот просто бред. Так, можете за нас порадоваться. Всем доброе утро. Доброе блинное утро. Всех с масленицей. Татьяна жарит блины. А я? Что делаю? Контролирую процессы. Контролирую. У нас тут еще окрошка варится. О, Максик, что ты там, что-то разобрал? Да. Ну, понятно. Ну, иди играй с собой. Иди играй с собой. Что у нас? Да, у нас там на окрошку картошка варится. Картошечка будет сегодня еще вкусная. Тут уже Танюха наша наготовила всего, что будет в окрошке. Ну, еще не всего, но... Ну, тут еще картошку осталось варить, и все будет нормально. Так что всех с добрым утром. Ну, как вам блинчики мои? Блины обалденные. Тоненькие, вкусненькие. Как Вика сказала, не то, что толстенькие бывают. Эти прямо как у папы. Да, у папы нормальные блины, Вика. У мамы тонкие. Не сочиняй. Нежные, ах. У нас сегодня опять сгущенка из Белоруссии. Не знаю. Да, у белорусской сгущенки стоит. Танин папа нам поставляет сгущенку из Белоруссии. Ну, что же, не из Белоруссии, ерунду не говори. Он ее на заводе берет. Берет. Берет на заводе. А на заводе ее поставляют из Белоруссии. Ему зайчик приносит. Тем, кто любит сгущенку. Зайчик приносит. Да, точно. Ему зайчик приносит. А чему ты? Ну, зайца на заводе приносит. Да, ему, короче, зайца приносит на заводе сгущенку. Он ее нам привозит. Так вот. Вот так у нас появляется сгущенка. Ладно. Всем приятного аппетита. Приятно. Ну, а мы, как обычно, кресло с одной машины в другую. Папа недоволен этим фактом. Ну, что делать? А у нас вон сколько снега. Вика, не ходите по сугробам. Макс, уже руки все в снегу. А, иди сюда. Ты же варежки не надел. Вы зачем так ходите-то тут? Замерзли руки? Да. Ну, да. Ой, Макс. Пошли в машину. Папа уже пристегнул тебе крест. Выехали наконец-то из дома. Уже закинули Максика. На обеденный сон. У него просто сон сейчас. И вот ты ничего в этот момент не сделаешь. И вот не знаю, что сделать. Потому что он спит, и все. Так поздно, вообще, у нас поздно началась суббота. Мы вчера до двух часов ночи, короче, не спали. Мы вчера не спали до двух часов ночи. Если не больше. Если не больше. Но в итоге встали в десятом. В итоге встали в девять. И вот все время. Я в начале десятого. Уже кажется, день короткий. Кажется, день сразу короткий. Уже время третий час. А ты еще даже с детьми не погулял. Чувство вины. Чувство вины. Небольшое присутствие. У меня меньше степени. В общем, сейчас какой план Макса. Оставили на сон. Сейчас мы едем куда-нибудь. Какие-нибудь башмачки надо. Ну, куда-нибудь в район Детский мир, детские магазины. Завтра у нас опять фотосессия будет. Нужна светлообувь. Она постоянно. Нужна, он постоянно. Как будто просили, но уже... Все-таки надо иметь свою светлообувь. В общем, сейчас купим светлообувь, потом еще заедем к Тане. Как будто это даже объяснить, кто это. Ну, я сейчас объясню. У Тани есть сестра, у нее есть муж, у него есть сестра. Вот это она. Вот это она. Вот так вот. Мой папа уже сделал нам для душевой кабины эти штучки. Шарниры называются эти штучки. Подсказка. И мы их должны сегодня забрать. Да, ну просто передали, там, ТРПР, в общем, сейчас шарниры у Тани. Нам надо душевую кабину тебе как-то подчинить. Так? Да. Единственное, вот мы с тобой дверь вместе не поставим, она тяжеленная. Это надо. Нам нужны третьи руки. Покрепче тебя. Да хотя бы еще две. Просто, чтобы они были покрепче твоих. Я там уже достаточно. Ну, я, может, сильная. Нет, ты сильная. Просто я не хочу тебя перегружать. Потому что ты сильная, не знаешь, что с меня должен. Я тоже. Я не знаю. Не то, чтобы она прям сильно тяжелая. Ну, там надо придерживать, ты-то шарниркой закручивать. Скоро, что-то надо прям подумать хорошенько. И просто, ну, если бы мы уроним дверь, она разобьется. Вот в чем проблема. Ну, это тоже не это. Если бы мы какую-нибудь деревянную дверь вешали, это другой вопрос. Это стеклянная дверь. Так что ничего, подождем. Мы на светофоре. Мы на светофоре, да. Вика не видно. Вот Вика, не видно. Вика не видно, но вылезет, чтобы тебя видно было. Поздоровайся. Привет. Это Вика. Кто не знаком? Это Вика. Ей нужны белые башмаки. Ну, да. Вот. Сегодня все тает. У нас такая грязь. У нас такие лужи грязные. Не знаю, что в такую погоду вообще, как у меня, кстати, я все собираюсь видео снять. Распламление своего шкафа. И как раз весеннюю одежду достать. Ну, да, так, кстати. Так это снимем. Надо снять. Мне уже просто там... Без меня, пожалуйста. Все запрятано где-то глубоко. Мне даже, наверное, кажется, она про некоторую вещь просто забывает. Да прямо. Да прямо. Было такое же, типа, а, блин, а у меня были зимние сапоги? Ой, ну нет. А почему ты в магазин не говорила, что нету? Ну, я, конечно, может, утрирую, но примерно вот в таком духе... Ну, что-то как-то с ботинками было. Что-то было такое, было. А, точно, у меня же были ботинки. А я забыла. Ну, ботинки лишними не бывают. У девочки должны быть не одни ботинки. Это ты ходишь в одних ботинках. Я тебе предлагаю купить. Да, лето у меня. Купить что-нибудь. Она говорит, давайте что-нибудь стильненькое купим. Я как представлю ходить по магазинам. Прикрути ты, давай завтра сходим. Я себе челюблю. Вроде не хочется ходить как-то. Ты себе челюблю хочешь? Ну, давай. Приодените, да? Осенние, может, ботинки тебе какие-то хочешь? У меня есть. Какие? Синие те. Маленько облезлые, но как бы не настолько, чтобы их не носить. Я в Москву, в которой... Перед Москвой покупали, мы взарим. Какие классные кеды, знаешь, шинопы. Кеды-то это на лето. Ну, не на лето, а осеннее. Ну, в смысле, весеннее. Более, короче. Люди что-то тут пошли потоком. Да я оказался не там, где положено мне было находиться в этот момент. Ну, проезжай тогда уже. Тогда я тоже, но... Ну, ладно, поехали. Да. Что-то такое, я думаю, что надо? Ну. Здесь сердечко, да, только? Не подобное? Ну, это что-то как-то сильно... Не то, да? Сильно не то. Лика, стой. Не надо идти в сторону Лего Френдс. Дальше, по-моему, Малышевская идет. Сандалики. Мне кажется, что-то закрытое должно быть. Что-то закрытое? Угу. Давай такие померим. Давай померим такие. У нас на ногах нормально. 29-й вот выразуме. Давай, Викатин. Пойдемте, найдем. Получешки, да? Какие-то полу... Померим. Сандалики. Ну, посмотри, есть 29-й, нет? Ну, все, полно. Обувь на этом закончилась. Тебе тоже ничего. Какие-то туфли. Какой размер? Посмотри, есть штанина, а то не видно ни пятка, ни еще. Видишь, у них какого-то пятка выскочили, да? Да. Ну, нет, большие пятки выскочили. Ну, что-то такие симпатичные. Как раз 29-е. Вставай. Тебе нравятся такие? Ну, не с красными колготками, да? Нет? Ну, красные колготки. С беленькими будет хорошо. Точно как раз? Небольшие? Ну, тоже на резинах понаделы. Это как вот мирить их. Угу. Не пройтись, ничего, нормально. Попробуй пройтись. Пройдись. Нет, иди как, вот ты бы шла по улице, просто спокойно. Маленькие? Не знаю. Давят где-нибудь или не давят? Нет. Не давят? Маленько. Мне кажется, что лучше те 29-го брать и все. Вот такие? Я не буду они снять. Вот такие тебе не нравятся, да? Лучше такие взять. Мне кажется, Таня на свой вкус решила еще посмотреть. Кедики. Ботики. Крутые. Классные, да? Классные. Удобные. Удобные? Ну, тут они подходят, наверное, под светлую обувь. Ну, она не темная. Такая слегка темная. Нормальная. Нормальная. Ну, клевые что-то. Ну, что, если мы такие возьмем, как ты думаешь? Да я думаю, вообще всем все равно. Для фотосессии. Да нормально будет? Я не понимаю, какая будет одежда, простите, потом мне сложно понять. Ну, будут какие-то явно платья. Платья будут. Ну, а как фотосессия? В чем будет? Не знаю. Не знаю. Квартирная дельта. Платья будет. Не знаю. Нам сказали светлогубь. Я не знаю, как он. Ну, тут запас как бы приличный. Величный. Зато наверняка на лето. Пару сезонов относится. Но лето может быть. У тебя штаны, кстати, порвались. Так, ну что, давайте решать. Давайте. Этот и этот. Ага. Давай, покажу. Черный. Вроде чего мы ехали на другой берег Енисея. Мне Таня дает, говорит, мне, конечно, очень интересно, что там. Но я не вскрывала. Я говорю, да, это шарнир для душевой кабины. Я думал, там какая-то секретная спецразработка вам передали. Такая вот обмотанная вся. Черная. Изолентая, да, черная. В секретных лабораториях Сколково, короче, там. Разработали для нас. Так, машина заведена. Ладно. Куда едем? Поехали вот. Мы рядом с центром Красноярья, там прогуляемся, да. А там есть вот 10 пальцев. Мы недавно были в 10 пальцев. И потом будут видеть, думаю, что я какой-то ж мотяр. Я постоянно, это... Ну, с другой стороны, а как не лягать? X-System, устройство Bluetooth 1, подключен, готово. Не, ну просто у меня черные ботинки, они уже, помнишь, я тебе показывала? Это я себе купила светлые. Набор звездочка, 9, 7, 0, звездочка, правильно? Подожди, тут надо выключить какую-то женщину. Женщина, это влезла в наш разговор. Митсубиси-женщина. Ага, что ты там говоришь про какие-то черные ботинки? А где 10 пальцев тут? Нет 10 пальцев, мне кажется. А вот там вот. Опять нам крутится? Ну ладно, поехали в торговый центр. Поехали в торговый центр. Не в торговый центр, а рядом с торговым центром погулять. А ты как бы мы... Не путай. Вика, давай сильно огромный не будем. Ну конечно, не лутая. Не лутая, я про такой брикет даже молчу. Что-то мы мороженого захотели. Малые будут детей снимать теперь. Дети идут с родителями мимо. Я мороженое хочу, я мороженое хочу. Родители все так в нас смотрят, как на сумасшедших. Которые зачем-то едят на улице мороженое, даже неудобно как-то. Но нам сильно захотелось. Это же торговый центр. Где мы гуляем? Район торгового центра. За спиной торговый центр Красноярия. Прям как в видео наше знакомство. Ну да, в видео наше знакомство. Если пройти 50 метров туда, будет лавочка, где я сделал данное предложение. А если пройти туда, то там наш ЗАГС. Там наш ЗАГС. А если пройти туда? А если метр пятьсот туда, то там институт. А еще 500 метров общага, в которой мы пять лет прожили. В общем, родное место для нас тут. Так будет центр Красноярия. Давай поменять. Поменять? Нет, пока нет. Я хочу туда. Пока нет. Ну поменяйся ты с ребенком. Я чушку, ладно? А мне уже надоело вот так. Я сразу брал, которую я хочу. А что ты не взялась из шоколада? Ты саша шоколад тоже хочу. Ну ладно, пойдемте на вторую машину. Пойдемте, но. Что-то прохладненькое. Не зря людей мороженое детям не покупают в это время. Мы уже с детьми, все вместе. Макса забрали. Сейчас Таня с Викой и Максом пойдут на улицу гулять. Там, ну смотрите, тут снег у вас не валит. Охота погулять. А я пойду машину, чтобы ремонтировать. Открыл компот, посмотрел шланги, с которыми на стекло мывать идут. Короче, их опять какие-то мыши сгрызли. Просто жесть какая-то. Просто жесть. Больше? Не знаю, как с этим бороться. Я подозреваю где. Там просто одно место есть. У нас когда-то весь двор заставлен. Я там снаружи ставлю. И там возле забора, ну, строительная сторожка такая стоит. И там собак прикармливают. И там всякая еда. И мне кажется, вот там, скорее всего, какие-то мыши, крысы живут. Я там периодически машину ставлю. Я думаю, что это именно там. Больше я не думаю, что где-то еще тут у нас мыши так вот водятся, что они под капот залазят. А еще где-то по-моему, где-то возле мусора вставал. Ну, это я тоже говорю, что где-то возле мусора или еще где-то. Они уже второй раз загрызают шланги. Просто, ну, просто жесть. Я только, короче, зашел домой. Вот он я. Вот он я, который зашел только что домой. Вот Татьяна, которая делает. Я тоже стругала одна окружка. Да, там вот ботинки валяются, которые были в моем рюкзаке. Я с ними не касался, я еще достал, да. Поэтому это не просто окружка валяется. Это я так бросил, потому что я ее только из рюкзака достал. Я умираю с голоду. Смотри, что много окружки. Я решила ее перемешать и часть отложить в маленькую кашу. Ну, ты что-то вообще, конечно, нарезала тут, я не знаю. Ну, мы так любим окружку, что мы будем ее и три дня есть. Вот сколько она будет, столько будем ее есть. Зато у нас на завтра будет еда. Ой, как хорошо, что на завтра будет еда. И как хорошо, что я через пять минут поем. Давай водичку пропустим. Да, поставь вкус. Сейчас я всех будешь удивлять окрошкой. Да ладно. Окрошкой с водой, как все будешь опять удивлять. Майонезом, уксусом и солью. Да, у меня окрошка. У нее вот такая крошка. Ты тоже же такую ешь. Да, я ее тоже ем. Нет, она очень вкусная. Разно. Готовь. Просто мне все равно, что есть. Поэтому едим то, что любит Таня. Потому что, ну, зачем есть то, что люблю я и не любит Таня, если она не будет есть, а я буду есть. А если можно есть то, что любит она, я все равно буду это есть. Поэтому. Идем по пути наименьшего сопротивления, так сказать. Ну ладно, в общем, я буду раздеваться и есть. Давай. Как-то так. Ты машину починил? Я машину, кстати, я, да, машину починил, все нормально. Снова крысы погрызли все там. Шланг, это бред какой-то, вот просто бред. Крысы грызут шланги во дворе. Я, так понимаю, я не первый, потому что у нас в доме тут автомагазин. Вот, там они говорят, да, вот там по той полосе, там не объяснили, машину не ставься, там, говорят, подгрызают все машины. Вообще ужас. Какая-то тут полоса миграции. Фу, фу, не хочу вас обсуждать. А я люблю мышек так. Я в детстве с маленькими мышками играл. А не все. Поймал их в ломбаре. Так, первые башмачки. Вот такие вот кедики с сердечками. Ну классные они. Они с джинсами будут, и с юбкой, и с платьем хорошо. Ну давай следующие. У нас тут еще праздничная атрибутика висит. Хорошо шарики, да? Красиво. Ну вот следующие такие. Кеды-кроссовки. Ну классные. Тоже с платьем хорошо, да? Ну-ка, выйди на этот, ага. Ну все, мне кажется, круто. Тебе нравится? Цифра 2. Так, ну все, мы идем мыться в пене. Давай, снимай. Так, можете за нас порадоваться. Ой, порадуйтесь за нас. У нас снова дверь в душевой кабине. Ура! Ура! Михаил Михайлович, Танин папа, сделал нам шарнир. Отойди, Татьяна, не мешай. Обзор шарнира. Видите, какой шикарный шарнир. Прям шарнирище. Я буду держать нашу дверь как надо. Ручная работа. Да. Из хорошей стали, знаете, не из китайского шарнира, который у нас уже второй развалился. Остальной. Я уже там все приготовила. Да, наконец-то мы снова будем мыться в душ. Переезжаем снова туда. Целый месяц, наверное, мы жили без душа пока. Ага, все. Просто вы не могли бы найти шарнир. Это не то. Так что папе самому может сказать, что нам с тобой 8 тысяч считали. Да, нам 8 тысяч насчитали. Ага, чтобы сделать нормальный шарнир, это вообще жесть. Поэтому мы жили без шарнира. Потому что кажется, ну шарнир... Ну 8 тысяч, кажется. Ну как так-то вообще? А потом у меня была мысль, так может Михаила Михайловича? А почему-то мы... Он сам предложил, да. Вроде у меня такая мысль возникала, я, наверное, постеснялся спросить. Я парень скромный. Не, ну мы надеялись, что мы здесь что-то найдемся. Да, у нас времени еще не было. Не так, чтобы сильно мы искали, так пару раз там. Ну в общем... Не отмазывайся. В общем, самое главное, что сегодня мы принимаем душ. Ура. Даже там могу и умыться. А, ты в душ пошла? А, в смысле туда отнесешь штучку? Ну это. Так, дети, нет. Если вы еще не оделись, заходить нельзя. Пойдем. 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 Грустные глаза там. Пойдем. 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 Пойдем.